Ом намо Бхагавате Васудивая Ом намо Бхагавате Васудивая Шрима от Бхагаватам, песня 1, глава 2, текст 3 Божественность и Божественное служение Санскрит Бхагаватам, песня 1, глава 2, текст 3 Ях, тот кто, сваанубхавам усвоил на своем опыте Акхила, всех шрути, вет, сарам, сливки, экам, единственный, адхиатма, трансцендентный, дипам, факю, атититирша, атититиршана, желающих преодолеть желающих преодолеть тамаандхам, глубокий мрак материального существования с самсарином, материстичных людей, коруная и с беспричиной милости Аха, поведал Аха, поведал Урана, дополнение к ведам Гухям, очень сокровенное Там, перед Ним Духовным мучителем фактически подводит итог введению к Шримадбхагаватам Шримадбхагаватам единственный комментарий, естественный комментарий, дополняющий веданта сутры Весы Дева состоял веданта сутры, или брама сутры, для того, чтобы изложить сливки ведического знания в Шримадбхагаватам а Шримадбхагаватам естественный комментарий к ним Шимадбхагаватам был знатоком веданта сутры в совершенстве, постигшем ее это означает, что он постиг и Шримадбхагаватам комментарий к ней он был первым, кто поведал это сокровенное знание чтобы явить свою безграничную милость сбитым с толку материалистам желающим преодолеть неведение это часть комментария то жизнь материалистов она безвыходна любой прогресс заканчивается разрушением люди не знают об этом я думаю, что и некоторые преды могут не догадываться о том, как вращаются губны материальной природы насколько они могущественны даже даже под видом сознания Кришна можно распространять гуны материальной природы даже под видом религии можно творить злые дела даже под именем Бог можно творить ужасные вещи это материализм сейчас как таковая религия не нужна нужны качества гуны если нет гун никакой религии речи быть не может ничто не поможет лишь ускорить деградацию века калий даже религия может быть катализатором деградации мы знаем исторические факты прошлого и думаем, что сейчас такого не может быть потому что мы научены историческим опытом опытом инквизиции крестовых походов это были ужасные времена трудно даже представить что творила инквизиция церковь и как они завоевали страны откуда они брали деньги на войны это была задача на самом деле где найти средства на такие войны захватывать страны чтобы изменить там религию чтобы подчинить свои власти они нашли выход они сказали все что вы завоюете будет ваше воины стали бесплатными многие с радостью шли на такие войны чтобы захватывать чужие земли распространялись низшие гуны природы место у Бога можно было купить индульенция называлась это были исторические факты мы с вами думаем что сейчас мы современные люди может быть мы современные люди гуна не сменилась гуна осталось то же самое только действует тоньше если мы посмотрим как распространяются низшие гуны природы если мы понаблюдаем за этим у нас будет ужас в сердце ледяное какие холодные жестокие планы у человечества у части человечества влиятельной части человечества сократить население планеты до удобного размера мы слышали эти вещи и желание мирового господства не покидает людей продолжается в данное время Америка является империей всего мира ну так они считают но многие с этим не согласны все противостоят многие тоже не хотят но имперское сознание не ушло нет шовинизм и другие измы никуда не исчезли и фашизм жив до сих пор и шовинизм жив до сих пор и сексуальная революция продолжается признаны любые незаконные половые связи любые узаконенные в некоторых местах уже так как это все распространяется вы удивитесь под видом религии при поддержке духовенства это именно так происходит именно тогда это бред это авторитетность и силы поэтому я с этого был несчастлив когда записал веды Нарадзе сразу сказал об этом когда увидел своего ученика в подавленном состоянии ты совершил столько служения и результат неудовлетворения если я думал почему великий труд я добрался трансцендентного давиданта сутры от чего же в моем сердце такая неудовлетворенность и боль несчастье просто какое-то все веды были записаны он не знал причины он сомневался он знал больше чем записал в ведах но он сомневался стоит ли описывать все до конца то что людям непонятно в принципе нужно ли беспокоить умы не думайте что мы все знаем это невозможно Кришну непостижим и Нарада Муни как его гуру явился там он почувствовал ученика и сложности нужна поддержка иногда гуру сам появляется в жизни ученика или приходит во сне чтобы решить какую-то сложность или по милости Кришны кто-то из ващнавов от имени гуру скажет что-то неосознанно которое поможет человеку сверх душа позаботиться об этом несомненно и первое что он спросил доволен ли ты отождествляя себя с телом и умом то что ты написал материально он сказал высоко материально потрясающе но это в области гун материальной природы а что это означает если мы даже доберемся до самой чистой саттвы на Брама Локи даже оттуда мы можем уйти и упасть гуны вращаются никто не может противостоять гунной материальной природы мама моя дура тебя Кришна говорит невозможно это моя энергия она подчиняется только моей воле моей власти пока Кришна не скажет ты свободен мы не можем быть свободны даже на Брама Локи даже в Брамане падают все имперсоналисты падают это невозможно пока Кришне скажет ты свободен ты достиг моей обители ты достиг служения чистого любовного преданного служения пока человек не придет бхакти поэтому было написано Шима Бхагаватам это книга о Кришне то что сейчас сбивает с толку многих людей почему Кришна откуда вообще Кришна взялся на столько религий столько конфессий но права говорит нет никаких религий нет никаких конфессий есть одна религия одна конфессия есть один Бог а остальное организовывают люди в соответствии с гунами в том месте где они живут на каком языке говорят культура которая у них там была в это время они организовывают это место время обстоятельства называется конфессия или ашрам ашрам в каких-то религиях нет санья с ашрама только греха с ашрама это ашрам ашрам духовный вклад в других религиях есть больше ашрама ванна прасха есть появляется еще есть санья с ашрама оказывается и даже санья с ашрама может делиться на различные категории до самых высших парамахам с ашрама и можно еще выше подняться можно вообще освободиться от всех обозначений то есть религия имеет начало в материальном мире говорится согласно уровню сознания человека который вот и бесконечно сухует и она охватывает все на свете все в этом мире законы Бога абсолютно все даже те законы которые физики изучают даже ту таблицу Менделеева до Менделеева до Менделеева Кришна уже знал это он ее в общем все создал Менделеев как-то успел подсмотреть что-то там где-то во сне ухватить как-то прослыл великим ученым тоже но не так что этого не существовало этой классификации она существует и она действует она работает что там у нас с микрофоном Харик Кришна я думал что он думает что он и так эти гунны материальной природы вращаются даже если мы достигли очень высокого положения это очень опасно так думать что я достиг высокого положения теперь я надежно защищен никто не защищен от рождения и смерти от повторяющих рождений и смертей материальная природа очень коварна парупада говорит майя никого не прощает что посеешь что пожнешь никаких скидок а Кришна прощает всех так о ком же нужно описать о материальной природе об этой вселенной о полубогах о благочестивой деятельности о карма канди гьяна канди о чем о Кришне он не написал поэтому он был очень расстроен в сердце где-то интуитивно он понимал как великий трансценденталист практически освобожденная душа вместо этого что этот труд не поможет людям все записаны веды великолепно почему не поможет они не поймут его но давайте попробуем изучить веды вы увидите сами вряд ли кому-то под силу будет в сегодняшнем мире даже санскрит изучить должен образом даже в Индии сейчас санскрит плохо знают про Пасхула что лучше санскритологи не в Индии а в Германии так он сказал однажды даже в Индии утратили браманическую культуру да да это так больше стало ритуалов каких-то внешних вещей благочестивых и постепенно проникают во все религиозные направления ниши гуны материальной природы они проникают под видом служения человечеству зачем вы такие жесткие принципы устанавливаете для людей четыре принципа они говорят зачем так строго но есть человек мясо иногда ну и что простите его будьте великодушны а этот четверть принцип вообще жестокая вещь как в современном мире возможно это вы фанатично отстаиваете что разводов нет если люди страдают в разводе если хотят убить друг друга что аборты запрещены а мало ли что в наше время знаете вы что такое проповедуете вы людей не любите не уважаете и под видом любви к человеку начинаются компромиссы и главное то что религия соглашается у нас утратив духовную силу она не может утвердить эти принципы чистоты у нее нет аргументов нет духовной силы показать что это лучшее это лучшее это не ущемление это ограничение позволяет нам получить что-то большее но если у нас нет ничего большего и только ограничения религии становятся препятствия нет 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 простите вы не даете нам никакого счастья никакого знания у нас есть наука религия слепа религия невежества наука больше знает наука летает в космос создает какие-то технологии что такое религия вы отсталая религия давайте отделим вообще религию от государства это история как действуют гуны материальной природы разделение происходит под влиянием гун невежества разделяя властвуй никогда никогда не было не выйти ведоп reservoir было разделено религиозных или менее-религиозных людей светское общество религиозно общество такое общество такое общество другая наука tatsächlich различные специализации, разделы, теории. Все раздроблено на части. Человек не знает вообще, что в мире творится. Ну что ж такое выбрать? Кругом все говорят, что они лучше всех. Куда же мне податься? Все раздроблено. Но истина в том, что Бог один. Это очень трудно понять в невежестве. Он говорит, конечно, один Бог, но мой. Не твой. Вот твой Бог уже, это не мой Бог. Ты поклоняешься какому Богу, они говорят. Как меня спросили в Казахстане, на женщина. По документам. Я документы заполнил, какие-то анкеты в офисе. Казахстан такая, знаете, глава завязана, она мусульманка такая. Говорит, у вас какое вероисповедание? Там нужно заполнить графу. Я говорю, атеист? Нет, нет, так нельзя. Говорит, нужно какую-то веру написать. Это раньше все были атеистами, а сейчас все верующие. Я говорю, ну я же воспитывался в Советском Союзе, видите, смотрите на меня. Ну да, ну я, говорит, тоже, ну я вот, например, мусульманка, я Аллаха принимаю. Я говорю, ну Бог-то один. Она хлопает глазами. Ну да. Так что писать? Говорит, не знаю. Давайте, говорю, напишу, атеист. Потому что я нерелигиозный человек же. То есть не религия, атеист. Я не признаю религию. Я признаю Бога. Я не хочу предаваться какой-то религии, я хочу предаться Богу. Она говорит, ну, ладно, прочих поставить. Нельзя обозначить никак. Кто такой, непонятно. Просто Богу поклоняется одному, единому. Тут и тут никто просто. Вот люди как нормальные. Кто мусульмане, христиане, тут есть всякие различные секты, их множество. Все можно понять, все классифицировано, управлять можно. А тут как управлять? Он везде ходит, как дома у себя. Он говорит, что Бог один. Он гражданин мира или как? Вообще как такими людьми управлять? Сложно очень. Надо договориться, мусульманин ты или христианин, или ты кто? Вот эти гунны материальной природы. И сейчас мы распространяем шлемат Бхагаватам. Чтобы распространять шлемат Бхагаватам, нужно изучать Бхагаватам. Жизни не хватит, чтобы изучить весь Бхагаватам. Благодаря комментариям праупада можем сразу понять, как бы, суть его. Суть. Это милость ачарьи называется. Он дает суть шлемат Бхагаватам, пишет комментарии, самодостаточные ко всем стихам. Можете начать с любого места читать шлемат Бхагаватам. Все поймете, благодаря комментариям праупады. Это гений-трансцендалисты, так скажем. Есть разные трансцендалисты. Есть трансцендалисты, которых мы невидимы, их большинство, они вообще невидимы. Только Кришна знает. Люди вообще не знают о них ничего. То, что мы знаем, это далеко не весь список трансцендалистов. Большинство из них неизвестны. Сколько их тоже никто не может знать в истории, неотмеченных. Есть трансцендалисты, которые проповедуют. Они становятся прославленными, чтобы привлечь внимание людей к себе, к учению имеют. Пикник был. Бхагавада с учениками, начинающими. Они только были хиппи, они уже привязались к Бхагаваде, уже повторяют Харе Кришне. И они на природе, пикник, там даже ночь была, интересный бесед с Бхагавадой, общение, костер. Очень красивый был вечер. По Бхагаваду там чапати пекали кто-то на костре прям, с сахаром раздавали, ели. И слушали, общались с Бхагавадой свободно. Как в семье, не было еще правил предписания строгих храмовых стандартов, не было GBC, не было оригинальных секретарей, не было политики. Просто была Пхагавада, была любовь, было начало. И в таком настроении уникальном уснули все там же, на улице. И одному ученику снится сон. Красивый, сияющий, золотой юноша. Во сне он смотрит, говорит, Прабхупада. Да, Прабхупада такой. Юный, сияющий, золотого цвета. И во сне он спрашивает, Прабхупада, это вы? Ну почему в жизни вы пожилой человек? Просто пожилой человек, почему так? Вы на самом деле, вот какой. И этот молодой человек, сияющий, Прабхупада, отвечает ему во сне. Если бы я был так же красив и в жизни, люди привлеклись бы моей красотой, но не учением. А проснулся. Потрясающе. И он рассказал Прабхупаде, это сон. Ждал ответа. Прабхупада сказал, сны о духовном учителе имеют значение. Все, что он сказал. Как привлечь к сознанию Кришны? Непростая вещь. Мы не можем материально привлечь к сознанию Кришны. Это будет не сознание Кришны. Для этого нужно знать Шриман Бхагаваттан. Быть погруженным Шриман Бхагаваттан. Мыслить такими категориями. Жить Шриман Бхагаваттан. Ты слушать, нужно его каждый день, изучать каждый день. Шриман Бхагаваттан. Это зрелый плод всей ведической литературы. Сливки всех вет. Это комментарии, естественно, на Веданто Сутру. В Веданто Сутре сейчас никто ничего не сможет понять. Говорят, что даже в Ясадеве не все понимал, что писал. Потому что он писал в экстазе. Как некоторые пророки говорили, но сами, наверное, не понимали, о чем они говорили только что. Но через них что-то было сказано. Никто не может понять Кришну. Даже в Ясадеве. Когда о Господа Шриму спросили, кто знает Бхагаваттан, скажи, пожалуйста, кто постиг Бхагаваттан? Он говорит, у Ясадева нет, не знает Бхагаваттан. Шукадева нет, тоже не знает Бхагаваттан. Я иногда знаю Бхагаваттан. Иногда не знаю. Вот что-то я такое слышал. Но в гуннах материальной природы нам кажется, что я уже читал Шримад Бхагаваттан. Эта история мне известна, о чем вы говорите. Просто ее повторяете. Я уже слышал много раз об этом, как Ясадева был задачен своим трудом. И потом как Нарада пришел, и все, ему раскрыл. Тут все очень просто. Он просто сказал, пиши Бхагаваттан, да и все. Странно, но почему же написавшим Бхагаваттан, Ясадева, абсолютно освободился от всех тревог? Мы читаем Бхагаваттан, но еще не освободились от всех тревог. Но уже все знаем. А что тут сложно? Двенадцать песен. Десятая песня изложена отдельно, это Авриндавана, Алилах Кришны. Есть глава, есть творение, мы знаем. Здесь даже описываются эти уровни вселенной, подробно описывается в пятой песне. Есть история Джамилы, помним. В Ритра Суры, интересная история тоже. Но мы также знаем историю Анри Симха, даю про Гладу Махараджи. Много хороших историй, мы даже театр ставим на этот счет. Тут интересный материал. Иногда мы обращаемся к этому материалу. Ну, мы там иногда что-то улучшаем, когда постановки делаем. Здесь столько оттенков, столько значений, что мы не можем понять, чем это Бхагавата. И даже в этом стихе. Невозможно понять причину такого глубокого неудовлетворения в Ясадееве. Нужно иметь другой уровень. Ясадееве находился на духовном уровне. Ну и почему же он чувствовал неудовлетворение? Вот если вы находитесь на духовном уровне, будете очень несчастливы, если не будете говорить о Кришне. Если вы на духовном уровне. На материальном уровне такое глубинное разочарование невозможно почувствовать. Это что-то вроде того, как в «Десятой песне» В Ясадееве описывает, как вопи чувствует разлуку с Кришной. Такое глубокое чувство, что материальное тело не может пережить такие чувства, такие эмоции. Это переживает в духовном теле. И все же говорится, это блаженство любви. Это блаженство любви. И там любовь к Богу такова, что материальное тело не приспособлено к таким эмоциям. Господь в Тане проявлял это в этом мире. Но такие вещи практически мы не читаем вслух. Когда эмоции Господь начинает достигать какого-то уровня, вместо пота на коже проступала кровь. Сила чувств. Тело не предназначено для таких эмоций. Даже кормить знают об этом. Они поют песни известные. Слишком большая любовь убьет тебя, они поют. Будь осторожен. Любовь нормальная, но слишком большая любовь означает, что ты погибнешь в этом мире. И Господь читая, они говорили, у меня нет ни капли любви к Кришне. Если была бы любовь, как я мог бы жить в этом мире? Но я живу. Это доказательство, что любви нет у меня. Это же Симадбхага в этом. Бессмысленно доказывать, что материалист может быть счастлив. Ни одно материалистичное существо, будь то великие брамы или крошечные муравей, не может быть счастливым. Каждый рассчитывает достичь вечного счастья. Но законы материальной природы рушат все наши планы. Поэтому материальный мир называют темнейшей областью в творении Бога. И все же несчастные материалисты могут выбраться из нее. Стоит им только захотеть. Но, к сожалению, они так глупы, что у них не возникает подобного желания. Поэтому сравнивают с верблюдом, который с наслаждением жует колючие ветки. Так как ему нравится вкус колючек, смешанных с кровью. Он не понимает, что это его собственная кровь. И колючки ранят его язык. Точно так же материалисту собственная кровь кажется сладкой, как мед. И хотя все то, что он создает в материальном мире, постоянно доставляет ему одни неприятности. Он не желает покончить с этим. Таких материалистов называют карми. Это психология известная. Если человек что-то заработал собственным трудом и потом, пусть это что-то незначительное, он будет очень-очень привязан к этому и ценить, как часть своей жизни. Потому что это связано с велпотом и кровью. Верблюд жует колючки сухие в пустыне. Я видел эти колючки. Я видел такого верблюда там, в Средней Азии. Язык весь пронизан колючками, буквально. Ёж. И сочится кровью. Они сухие, там выжженная земля, собственно говоря. Но это его пища, он может питаться этими колючками. Но он наслаждается, о чем речь здесь идет. Он не сознает страдания этих. Потому что он верблюд. И, собственно, наслаждается собственной кровью. И кажется, что вкусно, когда смешивается с собственной кровью. Также этот труд, если посмотреть, ради чего люди трудятся до смерти, ради чего они воюют сухие какие-то колючки. Бессмысленно все. Причина выеденного яйца не стоит, так и поговорка есть. Нет никакой причины враждовать здесь. Но вот эта привязанность, вот это чувство собственной крови, патриотизма, изма. Моя кровь, мой народ, мой труд, мои планы, моя страна, моя идеология, выработанная моим трудом, кажется таким ценным, что я умереть готов за это. Это моя собственная кровь. А, собственно говоря, колючки беспустные. Проходит какое-то время. И все эти ценности, которые мы живем с вами сейчас, они уйдут бесследно. Я жил в другое время, в другой формации. Сейчас следа не осталось от того времени, этих ценностей. Все обнулилось. Все абсолютно, все обнулилось. Не думайте, это просто была ошибка от того времени, и сегодня у нас все правильно, не обнулиться ничего, нет. Сейчас ценности настоящие. Нет, произойдет то же самое. С каждым поколением происходит то же самое. Это написано в Бхагаватах. Все обнуляется. Волны океана смывают все. Ни следа даже не остается. От тех ценностей, которые люди считают ценными, следа не останется. Кришна остается. Бхагават-гита остается. Иисус остается. Пророки остаются. Все остальное уходит. И что там они такое говорят, эти пророки? Ничего сложного. Все очень просто. Любой ребенок может понять. Но сделать может только очень искренний человек. Самые простые вещи. Ничего уж сложного нет. Веды так запутаны, смотрите. А ведь все просто. Любите Бога, и все. Любой ребенок может понять, пока не пробудилось вожделение в нем. Но не очень легко дети понимают. Поклоняются алтарю сразу же, когда видят это естественным образом. сразу чувствуют, что это надо делать. Там нет вожделения еще. Хотя нет разума, но вожделения тоже нет. И он все спонтанно начинает служить. Но родители знают опытный. Подождите, он подрастет. Появится желание, у него появится понимание труда и плодов труда. И вот к этому нужно человека подготовить, дать ему знание сиримат-бхага в этом. Итак, карми, они этот мир создают, они этот мир разрушают. Называется кармическая деятельность, бесполезная деятельность. Из сотен тысяч карми, лишь единицы могут присытиться материальной деятельностью и захотеть выбраться из этого лабиринта. Таких разумных людей называют гьяни. И веданта сутра предназначена для них. Но Шилави Сайдава был воплощением Верховного Господа и предвидел, что недобросовестные люди будут неправильно использовать веданта сутру. Поэтому он сам составил дополнение к ней в виде Бхагавата Пураны. Здесь ясно говорится, что Бхагаватом является первоначальным комментарием в Брама Сутрам. Шилави Сайдава преподал Бхагаватом своему сыну Шире Шугадеве Госвами, который уже достиг освобождения и находился на трансценентном уровне. Шилави Сайдава вначале постиг Бхагаватом сам, а затем объяснил его милостью Шилави Сайдави Бхагавата Веданта Сутра доступна всем искренним душам, которые хотят вырваться из материального мира. То есть вот это Писание предназначено для тех, кто хочет вырваться из материального мира. Исключительно для этого. Если кто-то хочет воспользоваться по-другому этим Писанием, будут проблемы. А к этим Писаниям тогда лучше не обращаться. Есть другие разделы Вед. Айурведа, астрология, много других вещей, практичных, сатвичных, полезных, мудрых. Но это послание предназначено для тех, кто хочет вырваться из материального плена. Исключительно. Другой целью нельзя подходить к нему. Эта книга запрещена для Майавади. Про Пасхал, они суют свой нос туда, куда не нужно. Они не должны этого делать, поскольку отвергают личность Бога, они должны комментировать его игры. То есть запрещено, это карми, непонятно будет, гьяни также будет непонятно. И даже трансцендеристам, такие как имперсоналисты Майавади, тоже будет непонятно. Только для тех, кто хочет вырваться навсегда из плена материального существования. Эта книга называется «Симатбхагаватам». «Симатбхагаватам» это непревзойденный комментарий к Веданта Сутрии. Шипадшин Карачари умышленно не касался его, так как знал, что ему будет трудно соперничать с этим естественным комментарием. Но написал свою Шариракабашью, его так называемые последователи отвергли Бхагаватам, как якобы новое сочинение. Такая пропаганда школы Майавады, направлена против Бхагаватам, не должна сбивать нас толку. Начинающий изучать Шиматбхагаватам из этой вводной шлоки должен понять, что это единственное трансцендентное произведение, предназначенное для парамахамс, людей, полностью свободных от материальной болезни, которая называется злобой. Майавади завидуют личности Бога. Хотя Шипадшин Карачари признал, что на раю на личность Бога находится выше материального творения, Бхагаватам недоступен к пониманию завистливых Майавади. Но те, кто действительно стремится вырваться из материального мира, могут найти в нем свое прибежище. Ибо Бхагаватам поведан Шилашука Девега Свами, освобожденный душой. Это трансцендентный факел, благодаря которому можно в совершенстве видеть трансцендентную абсолютную истину, познаваемую как Бхраман, Параматма и Бхагаван. Вот это комментарий к стиху. В глубоком почтении склоняюсь перед ним Шукой, духовным учителем всех мудрецов, сыном Вяса Девы. Из великого сострадания к вульгарным материалистам, пытающимся выбраться из темнейших областей материального бытия. Он поведал это сокровеннейшее дополнение к сливкам ведического знания, усвоив его на собственном опыте. Какие будут вопросы? На одной из последних лекций вы говорили, что пение служб, повторение мантры Харе Кришна, оно постепенно развивает сознание Кришны. А Шинабхава там оно сразу дает сознание Кришны. Такой вопрос возникает. Может есть смысл вместо дополнительных кругов после 16 читать больше Бхагаватам, чем мантру Харе Кришну? Можешь так делать. Можешь повторить 16 кругов, а потом все время читать Бхагаватам. Считай 4 круга. Но ты должен осмысливать то, что ты читаешь. Иначе ты не сможешь долго это делать. Гуру так конечно Харе Кришну бесполезен в проповеди. И если мы пройдем достигнем уровня высокого, то сможем быть эффективными в проповеди и вашей миссии. существует ли для нас такая возможность под вашим руководством пройти обучение, потому как мы разъезжаемся в разные места в этом мире и как это правильно сделать? Я придумал проблему какую-то. Так много возможностей сейчас учиться. Боже мой, искон такая организация большая. Столько садху здесь. Не думаю, что должно все замыкаться только на личности духовного учителя в исконе. Если бы не было искона, я могу себе представить, что ведическая традиция такова, что гуру может быть там несколько учеников, все. Два, три, все. Иногда к нему приходят и он проповедует им, разъясняет какие-то вещи, или живут его аши. Сейчас такое время, смотрите сколько преданных. Их тысячи, десятки тысячи, скоро будут миллионы. Пропад для этого создал целую организацию, чтобы мирового значения масштаба было. Будет столько шикша-гуру, столько наставников, столько будет опыта разнообразного, это процветание будет исслыханное. Задача гуру сейчас главная связать ученика с обществом ваше навык. И затем Пропада так организовал искон, что мы здесь все получали духовное образование каждый день. Утром сады на бхакти, мангаларати, группу джапа, шриман бхагаватам. Так ведь? Это школа. Разве это не по-другому духовному учителю? Это будет работать, не сомневайтесь. Если даже вы считаете, что лектор не очень компетентный, преданный, все равно это будет работать. Процесс сейчас важнее цели, которые мы ставим. Если цель поставлена правильно, но процесса нет, ничего не получится. Обратите внимание на процесс, воспользуйтесь этим преимуществом. Сейчас во всех городах практически уже есть ядры, большие или маленькие, но есть. Воспользуйтесь этим. они должны пренебрегать тем местом, где мы живем, теми преданными, с которыми мы общаемся близко. И думать, что я только должен общаться именно с духовным учителем лично. Это не поможет. Еще вопросы? Харикас, а что значит нишигуны проникают, влияют, они же неживые, то есть получается это в ответ на желание, как происходит так, что какая-то гуна, невежество начинает преобладать, проникать, или она оживается. Как механизм? Как гуна? Что такое гуна? Почему она начинает влиять? Гуна только одна на самом деле, их не три. Одна гуна существует, невежество. И она подразделяется на саттва, гуну, раджа гуну, тама гуну. Это как бы взгляд с духовной точки зрения, если рассмотреть, то весь мир, он невежественный, материальный. И тут есть разнообразие невежества от саттвы до глубокого тамаса. Градация существует. То есть эта энергия одна, это энергия Кришны, внешняя энергия Кришны, как мы называем ее, внешняя энергия Кришны. Ее задача отвечать на желание живого существа, реагировать на желание живого существа. Вот и все. Если у нас есть материальное желание в сердце, нас обслуживает гуна материальной природы. Этот контакт называется гуной уже. Контакт. Мы чувствуем эту гуну внутри себя. Называем это качество. Вот и все. Понятен механизм? То есть на самом деле мы живем в энергии Кришны. Это не мертвая материя. Для нас это мертвая материя. Это тоже духовная энергия материальная, но скрытый дух с другими свойствами, функциями, браман, реагирующими на нам материальные желания. И чтобы иметь эти материальные желания, нас обеспечивают сначала наделяют аханкары, тамасом, прежде всего. Войти в этот мир можно только через тамагуну. Пожелав этого, как только я обретаю желание господствовать как Бог, мне нужно забыть про Бога. Вот меня обслуживает тамас. Я говорю, а где Бог-то? Где вы видели Бога? Нет никакого Бога. Кругом вот просто законы природы то, что я вижу. Кто видел Бога? Это тамас. И в этом тамасе начинается материальная деятельность, общение с гунами. Раджи гуна дает активность и стремление к каким-то плодам, чтобы показать, на что я способен, показать свои плоды, усилить свою гордость, усилить свою аханкару, утвердить себя через достижения внешние. Но сатва гуна надает возможность просветления, отречения от этого всего и выйти на духовный путь. Элемент искра света есть в этом мире, чтобы сориентироваться тем, кто уже хочет выбраться из этого существования. Есть сатва гуна. А эти ниши гуна для тех, кто исполняет материальные желания, живут здесь. Раджи тамас. Но энергия одна и та же. Разделяется на три составляющие. Соответственно, нашими желаниями действуют либо как сатва, либо как раджис, либо как тамас. И расскажите еще раз о природе зависти, где ее корень. Почему от нее так сложно избавиться? Как быть довольным и благодарным за то, что у тебя есть и не беспокоиться по поводу того, что у тебя чего-то нет? Опять, как мы можем родить ребенка раньше времени? Через девять месяцев только. Раньше не получится. Поэтому нужно время опять проявлять вне терпения. Корень зависти мы слышали. Чандрама Махараш рассказывал об этом. Что вожделение порождает гнев. гнев и вожделение порождают жадность. В жадности есть гнев и вожделение. И зависть уже как бы объединяет все эти вещи. Все пороки. Это зависть называется. Совокупно всех пороков, всех недостатков. Зависть. Корень вожделения. Знаете, главное анардха это вожделение. Анардха. Но база авидья, невежество, база для всех пороков одна и та же. Фундамент. Или скажем лучше почва. Почва для того, чтобы эти пороки процветали, это авидья, невежество. Об этом также говорили. раньше с вами мне оказалось, что они делали упор на зависть в своих лекциях. Нередко говорили об этом. В немалой степени. Зависть, потому что это серьезное препятствие. Это то, что как раз мы должны отречь. Все остальное еще можно использовать. И вожделение, и жадность можно использовать, но зависть нет. Прабхат сказал, это великая наука сознания Кришны, где нет места только одному зависти. Все остальное можно как-то примирить, организовать, занять. Зависть нет, не можно. От нее нужно отказаться. Как? Служением. Мы же говорим об этом. И много раз уже говорили об этом. И вы уже забыли, хотя мы говорили это вчера и позавчера, по-моему. Служением занимайте себя служением. И кроме этого следите за языком. Что вы говорите? Все несчастья по этой причине. Если я вижу перед собой какую-то несчастную женщину, я сразу понимаю язык. Не контролирует язык. В основном это проблема главная. Она озвучивает свою зависть или что-то еще, она просто говорит об этом. Звуки издает, а звуки тоже действия. Разрушительные бхага там говорится, что смерть, предвестник смерти, злые слова, предвестник разрушения. Недобрые слова начинаются. Перепалки, недобрые какие-то, гуны начинают вмешиваться, низшие. Это предвестник разрушения. Поэтому контролируйте язык и занимайтесь служением. Лучше молчать, чем говорить на своих эмоциях. А если хотим говорить, цитируйте Священное Писание или говорите о Кришне, говорите что-то хорошее, позитивное, что верите в людях или в жизни. Просто если завидуете, можете выйти вот туда в лес и сказать кому-то, если никому не хотите говорить, завидуете, можете деревьям сказать, ой, какая красивая земляника, озвучить это вслух сказать, вот облако плывет. Говорите об этом, о хороших вещах. А воздух хороший здесь. Это позитив. Может быть ничего не значит философского, но это позитив. Так говорится, если уж вы хотите говорить, говорите правду. Если вся правда высказана, говорите что-то относительно долго, обязанностей, можете что-то говорить. Если и долг уже обсудили, и правду рассказали, о чем говорите, тогда говорите что-то приятное, все, другого не говорите. И ваше будет успешно, увидите сами. Это вопрос языка. Все разводы то же самое, язык. Как я могу молчать? Я такое вижу, как я молчать могу? И начинается. Язык все разрушает. И при помощи языка можно дотичь освобождение, повторять Харе Кришне, повторять Священные Писания, обсуждать их при помощи языка, потому что он издает звук, действие самое мощное воздействие это звуковое на нашу жизнь, то, что мы слушаем и то, что мы говорим. А мы часто просто болтаем всякую ерунду, неосмысливая, потом жалуемся, почему в моей жизни так все не постижим, как же его постичь? неосмысливая, почему решили постичь ремат Бхагаватам? Кто вам такой сказал, что за настрой странный? Никто не сможет завоевать Бхагаватам или постичь его? Кришну никто не может постичь никогда. Мы должны оставить эту идею и постичь Бхагаватам. Жить Бхагаватам нужно, его никогда постичь невозможно, это сам Кришна. То, что мы имеем 18 тысяч шлок это дано для людей СДВ. На высших планетах Бхагаватам 200 тысяч шлок. Это неполное его издание. Полубоги знают по-другому с ним Бхагаватам. И гита там другого объема. Мы даже не успеем прочитать за одну жизнь все эти шлоки. Полубоги могут читать быстрее. Они лучше знают санскрит. Но они ничего не понимают. ровным счетом ничего. Когда Кришна подарил цветок Париджата Рукмине, а он с райской планеты, с высшей планеты, цветок Париджата не увядает. И там, где он появляется, появляется райская атмосфера. И Кришна подарил этот цветок Рукмине. Сатья Бхама возмутилась. Вот я знаю, ты Рукмине любишь, конечно, обо мне уже речи быть не может. Ты ей цветок Париджата подарил, но на меня ты вообще внимания не обратил. Кришна разлыбался. Ему нравится, он любит Сатья Бхама, твой характер. Он говорит, почему ты против цветок Париджата? Я тебе целое дерево принесу Париджата. Он делает так, что каждая жена думает, что она самая любимая. Абсолютно уверена. Она вдохновилась, и они с ней полетели. Полетела там на высшую планету, на Горуде. Взял дерево Париджата с райской планеты и понес к себе в Дварагу. И тут Индра, он Бхагаву читал в это время. Класс Бхагава там был. Ишварах Парамах Кришна Сачитанан Давигра. Кришна Сту Кришна Сту Бхагаван И тут Кришна своровал дерево Париджата. Что делаешь? Нельзя это высший уровень земля, не имеешь права. Я слежу за порядком, я Индра. Война. С Кришной сражался. Вот полубогий вид. Так несколько примитивно я рассказал. Не так все было, конечно. было все более возвышенно. Мы критикуем мыдру, но нельзя слишком критиковать. Великая личность. О чем мы говорили, я забыл уже. Как постичь Матбхагава там? Даже не пытайтесь, нет. Просто читайте его. за пару лет появилась привязанность к бождествам. И когда их вводят, да, вводят, вводят с фестиваля или уходишь из храма, то пару дней очень, очень тяжело без них, без преданных. Отсюда страх, что по мере роста привязанности будет еще хуже из-за разлуки. Поэтому не хочется раздевать привязанность. Да, я понимаю вас. Могу просто посочувствовать и больше ничего не могу сделать. Вопросы. Что только не придумают, какие только проблемы не придумают. Вот сидя сейчас и вырабатывают проблемы, просто на меня смотрят. Вот нет никакой проблемы. Вот все равно проблема. Привязанность к Кришне тоже проблема оказывается. И так проблема, и так проблема. Генераторы проблем просто. В лекции вы сказали, что сейчас весь мир пропитан посланием «Мы лучшие». Я заметила в себе такое же настроение, когда занималась непрямой проповедью. Откуда эта подмена? так научиться нести людям любовь, которую дал нам Семь Шалхарпада? Почему спрашиваете откуда? Вы есть та самая проблема? Что значит откуда? Откуда вы взялись? Я не знаю. Вот вы есть эта проблема откуда? Вот на любого посмотрите. Мы лучшие. Я здесь. Я здесь. Я тут. живое существо естественно так он будет себя вести в гоннах природы. Вы говорите откуда? То есть раньше этого не было. Откуда оно появилось? Рыбе сказали рыба ты живешь в воде. Где вода? Покажите. Откуда вы взяли что жив в воде? Настолько близкая субстанция. Аханкара мы не можем ее воспринимать. Но нам говорят у тебя ложное эго большое. У меня? Это у меня это большое ложное эго. Такая иллюзия. Не спрашивайте откуда. В сердце полно всякого всякого всячины. Как лучше понимать суть комментариев Шилл Пропада если доступ в общество преданных ограничен поскольку проживаю в маленьком городе где почти нет преданных почти нет это кого-то она имеет ввиду что почти нет благословите на то чтобы создалась группа в скайпе где бы ваши ученики регулярно проводили онлайн встречи по обсуждению книг Шилл Пропада хорошая идея среди учеников из Белоруссии Белоруссии а только Белоруссия я понимаю это хорошая идея но кстати что-то уже происходит в этом направлении есть что-то пока не сработало да особенно это хорошая идея онлайн общения ну вот если подумать о тех местах маленьких городках где мало общения то можно что-то сделать через онлайн подумайте об этом это хороший момент так еще вопросы есть Харьи Кришна Гуру Махараш спасибо большое за лекцию вот хотелось бы вернуться к этому вопросу как постичь богатым один из ваших любимых стихов которые вы часто цитируете Жан Макар Мачамедивьян то есть тот кто познал трансцендентную природу моего явления и деяний больше никогда не родится в материальном мире то есть вы любите делать этот акцент что надо познать эту природу и вот как можете еще раз вот эту очинтью беда беда дату раскрыть глубже эту тему сфорулировать вопрос в чем ну вопрос вот вы сейчас говорили что познать богатом невозможно даже не пытайтесь с другой стороны часто цитируете этот стих о том что тот кто познал трансцендентную природу явления и деяний познать трансцендентное можно но нельзя постичь все трансцендентное вкус трансцендентного можно постичь рассуд все невозможно познать. Мы знаем, что есть вкус вечности, но вечность невозможно познать полностью. Также знания безграничны. И Ананда безгранична, и Кришна как Личность не ограничен. Но вкус мы можем познать, можем вкус своих отношений познать в полноте. Тогда считается, что человек познал Бога, когда душа полностью предана Ему. Это считается, познавшись себя, опознавший Бога. Имеет в виду свои отношения познавший. В этом смысле. То есть фактически это касается изучения Шимон Багмана. То есть мы должны, ну именно... Ну как, стакан полон воды. Мы говорим, полный стакан. Полон знаний. Но это лишь такой объем. Я снимал. Где? Ну кто? Там кто-то был? Гуру Махара, скажите, в чем разница между освобожденной душой и чистым преданным? Между освобожденной душой? Освобожденная душа может быть и непреданным. Как это может быть? Как это может быть? Имперсонально. Имперсонально. Ахам Брамас ми, я из Браман. Когда человек полностью осознает это и полностью отречен от материального гонда природы, он освобожден. Освобожден от страданий, от ложных обозначений. Может даже освобожден от рождения и смерти. На какое-то время. Быть освобожденным можно. В Брамане. Но поскольку там нет преданного служения, возникает со временем беспокойство в душе. Невозможно применить чувства, тот потенциал личностный. Поэтому, как правило, не спускается в новый материальный мир. Чтобы практиковать бхакти здесь. Чтобы развить духовные чувства, духовное тело. А для чего тогда Кришна дает вот эту возможность душе освобождаться, не познав преданного служения? Это же от желания зависит души, потому что бхакти основана на свободе выбора. Не думайте, что имперсоналистам не предлагают чистые бхакти. Как-то их обходят стороной, Кришна обделяет, и их всех загоняет в Браман. Волей-неволей. Вот это, рылом не вышли. Нет, всем предлагается чистая бхакти. Всем предлагается именно отношение с Богом. У всех Писания говорится об этом. Но кто-то выбирает другое совсем. Не смотрит на это, не желает этого. Он и Добраман. Там, пробыв долгое время, он возвращается снова сюда. Гуру Махараш, скажите, пожалуйста, вы говорили, что Бхагаватам для Парамахамс. А Парамахамсы – это как Шукадева Госвами, которые поняли Бхагавата. Вот такие Парамахамсы, кто может изучать Бхагаватам? Да. Те, кто рано встают. Ну, я тоже рано встаю. Это Парамахамсы уже. Есть люди, стремяющиеся стать Парамахамсами. Они фактически уже Парамахамсы. Так, говорил иногда. Вы служите Кришне, вы уже освобождены. Не думайте об этом. Все это придет. Просто продолжайте служить Кришне. На что пропустили? Харь Кришна, у меня вопрос такого плана. Вы в начале лекции сказали о том, что мы не защищены от повторяющихся рождений и смертей. У меня вопрос. Как нам быть? Серьезная проблема. Я тоже думаю об этом. Как же быть? Вот мы еще не решили, как быть. Сейчас соберем совет. Будем решать. Создадим какую-то организацию. Будем принимать решение, как же быть нам. От рождения и смерти не освобождены. Что делать? Еще одна проблема. Еще одна проблема или вопрос? Вчера был спектакль про Аламара Думу. И у него там благословение о том, что он может освободить кого угодно. Ну, я так подумала, а где, как бы его увидеть? Да вот он сидит тут. Там где-то видно его сейчас. Может прилететь, только позовите. Но он промощает, осторожно с ним. Я думаю, может быть, ты когда-нибудь увидишь на Радому, если ты так настроен, что его знает. Потом расскажешь мне, если увидишь, хорошо. Я еще не видел. Когда вы говорите служить, занимаетесь служением, что вы имеете в виду? Вот у нас такие вопросы, видите. Какую деятельность? Можно ли работу считать служением, о котором вы говорите? Или это только 64 анги преданного служения? Иногда преданно говорят, я не хочу, не хожу в храм, я работаю, это мое служение. Правильно ли это? Да, нужно понять, что такое сознание Кришны. Неважно, куда вы ходите, неважно, на какой работе вы работаете, в каких обстоятельствах вы находитесь. Это не имеет никакого отношения к сознанию Кришны. Это моя судьба, мои обстоятельства карма, в которых я буду находиться в течение этой жизни. Они тоже будут меняться, эти обстоятельства. Возраст будет меняться, деятельность может поменяться какая-то. Но это судьбоносные законы. Это никакого отношения не имеет к сознанию Кришны. Взаимодействие угодно-материнной природой. Сознание Кришны – это контакт с Кришной. Вот наши обстоятельства. Кусок провода. У нас все подключен к току. Он бьет током. Та же самая жизнь, тот же самый кусок провода, та же самая работа, та же самая семья. Но вы связаны с Кришной, сознание Кришны имеете. Что тогда? Как это преобразится? Кришна говорит, ты можешь думать обо мне постоянно, разум погрузить, ум. Значит, ты можешь думать, говорить и делать постоянно, в связи со мной действовать. Если ты не можешь так разум погрузить, тогда следуй принципам бхакти-йоги. Повторяй круги, читай бхагаватам, шраманам, тиртанам, вишну смаранам, и так далее, ванданам, пополнение, арчана. Разовьешь это желание. Если не можешь это делать, ну, работай для меня. строй храмы, открывай центры, вегетарианские кафе, чтобы просеат распространять. Это работа для Кришны непосредственно. Если этого тоже не можешь делать, тогда плоды труда посвящай мне. Тоже обретешь совершенство. То есть работа может быть не связанная с Кришной. Но я же получаю плоды труда за эту работу. Я их посвящаю духовному развитию. Для своего духовного развития своей семьи использую, приглашаю гостей, готовлю прадсад. Это тоже деньги, не время. Или иногда что-то жертвую в храм, божествам, перепомогаю преданным, которые проповедуют сознание Кришны. Слежу за этим. Это уже связано с Кришной, видите. Я также получаю знания о Кришне, изучаю Шримад Бхагава, медитирую на джапу, на святое имя, все. Это уже становится служением. Контакт. Контакт делает нашу жизнь служением Богу. Не какая-то конкретная деятельность. Можно и храм строить в мае, потом уйти в сознание Кришны. Можно и вашим брамачарьям жить долгое время, потом тоже забыть Кришну. Всякое бывает. Можно даже принять санясу и упасть. Не в этом дело. Дело в этом контакте постоянно. Чтобы помнить Кришну, вот и все. Это главный момент. А деятельность может быть любая. Ягьярта, карманонья, трам, локаям, карма, банда. Она любая. Деятельность должна быть как жертвоприношение вишну. Иначе она поработит карма-бандана. Кришна не говорит, какое деятельность. Он говорит, ты к шатри. Бои, сражайся. Все. Используй свою прижу. Так, последнее, да? Да, это. Последний вопрос есть у кого-то? Хороший последний вопрос. Хороший. Ну-ка, проверим, насколько хороший вопрос. Гуру Махараш, скажите, пожалуйста, так много всяких всяческих вайшнавских мероприятий, фестивалей, поездки в хаму, какое-то служение, и совсем не остается времени на работу. И как быть грехаским? Просто непонятно, когда же это все делать, и нужны средства и жене, и детям, и все. То есть, когда же, как правильно найти баланс в этой деятельности? Я устроюсь на работу и обеспечу всех об этом. Не беспокойтесь. Занимайтесь преданным служением, я пойду на работу, устроюсь, бизнесом займусь. Вот. Стану миллионером, буду учеников поддерживать, да и все. Вот, реальный выход. Что я могу сказать на этот вопрос? Успевайте делать все. Это разум. Не теряйте разум. Нос вытащили. Хвост вытащили. Либо материальное, либо духовное. Как сбалансировать? Это разум. Но так ты развиваешь разум. Успевает то и другое. Именно так ты формируешь разум. Необходимый разум. Нужно успевать то и другое в грехах с хрящими. И материальные обязанности успевать выполнять, чтобы вы жили здоровой жизнью, обеспеченной здоровой жизнью и духовные обязанности тоже успевать выполнять. Регулируй. Это твоя жизнь, твоя практика. Успевай. Учись. Учись. Наблюдая, как это делают старшие, успешные грехаские, как они живут. Все по-разному грехаские живут. Это понятно. Разные есть способности у людей. Уровни разные. Вот у меня судьба так сложилась, что я не работал. Меня выгнали с работы, потому что... Это были советские времена, и что там, все рушилось. Понятно было, если просто мою судьбу рассмотреть, это было стечение обстоятельств. Я какое-то время сомневался, нужно ли мне проповедовать или не нужно, потому что саняйся проповедуют. Я грехаская, может быть, я лезу туда, куда не нужно. Моя как раз задача просто семью поддерживать. А я езжу по всем регионам, по городам, там семья моя где-то непонятная, их почти не вижу, они меня не видят. Правильно ли я поступаю вообще? И Кришна так устраивалась, что я продолжал проповедовать. Семья не беспокоилась. Жена воздержала все удары судьбы. Все. Ни слова не сказала. Ни слова не сказала. И только благодарит. Все. Хотя мы были нищие всю жизнь. Ни слова. Все нормально. Куда бы ни поехал, сколько хочешь, где хочешь, всегда ждет обратное. Всегда молится, воспитывает дочь, ополняет свои обязанности. Ну, в моем случае было так, видите, мне помогла жена, мне помогли преданные, которые приглашали меня проповедовать. Я не стоил никаких планов. Я решил, что больше проповедовать не буду. Грехаса, значит, грехаса. Зачем я имитирую отречение? Все. Сегодня последняя лекция, воскресная программа. Потом скажу совету. Мне пора устараться на работу. Себя саму поддерживать, а не просить подаяния. Грехаса вообще. Я провел воскресную программу, вышел на улицу, собрался с духом, уже смотрел план. И как эта женщина с этой программой подходит? Я ее больше никогда не видел. И говорит, обещайте мне. Я очень удивился. Она с программой, я говорю, слушал лекцию, обещайте мне. Нет, вы мне пообещаете? Я говорю, ну хорошо, обещаю. Что? Что вы никогда не бросите проповедь. И так было три раза. А потом, не раньше с вами, раздел все сомнения, приехал в Екатеринбург когда-то и сказал, проповедь, твоя жизнь сказала. Все, все садху подтвердил. Так тоже у меня были сомнения, непонятные, потому что раньше никогда пожертвований не давали, такого не было правила. Никто этого не делал. мне нужно было как-то выжить. Ну, как-то мы выжили. Так и было, выжили. А потом стала как-то меняться культура в Исконе. Стали давать пожертвования проповедникам, поддерживать. Можно как-то жить. Мы даже строим проект в Алмате. Его называют Куруашром. Я не знаю, ему нужно ли так называть, но уже так прижилось. Это на старый след я думал, потому что я не всегда смогу путешествовать, много учеников, и нужно место, куда бы они могли сами приезжать, размещаться для общения. Так уже получается. Предные приезжают туда регулярно. Мы общаемся, воспеваем, читаем, ближе знаем друг друга. Там всегда есть какая-то занятность на земле, что-то полезное можно делать. Вот это то, что мы делаем. Кришна дал именно вот такие деньги сейчас, чтобы делать такой проект. Это был последний вопрос и самый лучший, так я понимаю. То есть, ну, ты не печалься, ты используй разум. Не думаю, что мы достигнем такого комфортного состояния когда-нибудь в жизни. Всегда мы будем балансировать баланс. Так мы живем. Говорит Кришна. Шелуправа па, дакий и джай.